Целебный, очень полезный напиток, который стоит пить всем. Нам понадобится кусочек корня имбиря небольшого размера, где-то 3-4 см. Очищаем его и мелко нарезаем. Можно натереть на терке. У имбиря очень сильные противомикробные, противовоспалительные свойства. За счет его вот такого пряного, даже немного островатого вкуса. Это химические соединения, такие находятся в свежем имбире. И вот именно они помогают организму защищаться от вирусов, сдерживать их распространение и предотвращают рост бактерий в полости рта и в целом в организме. Имбирь снижает уровень сахара в крови, снижает холестерин, убирает тошноту. Однако не стоит употреблять его при язвах желудка, гастрите, геморрое и болезнях печени. Также имбирь противопоказан при склонности к любым кровотечениям, потому как имбирь усиливает кровоток и это может вызвать ухудшение состояния. В больших количествах он может привести к скачкам давления, но это количество у нас здесь небольшое. Следующий наш ингредиент это бадьян. Буквально несколько звездочек способствуют улучшению перистальтики кишечника, убирают боли в суставах и тяжесть в желудке после еды. Повышает иммунитет, дает организму бодрость и энергию, очищает от шлаков и незаменимая просто в эту пору заболеваний специя кардамон. Почему? Потому что улучшает кровообращение именно в легких и очень полезен тем, кто страдает простудами, астмами, бронхитами. Он как бы согревает наше тело изнутри и помогает откашливать мокроту, лечит инфекции мочевых путей, выводит токсины из почек, регулирует кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Кардамона я добавляю три зернышка, их можно потолочь в ступке, а можно вот так, как я, руками их так разбить и посыпать в чай прямо вместе с кожурой. Кстати, мало кто знает, но кардамон способен творить чудеса в лечении расстройств полового характера у мужчин, таких как импотенция и преждевременная эякуляция. Так что и мужчин своих тоже поите таким чаем. Пить такой напиток можно один раз в день. Напоминаю, противопоказания гастрит, язвенная болезнь желудка, также гипертония, индивидуальная непереносимость и не стоит давать детям до 7 лет. Крепкого вам здоровья, друзья, и мирного неба над головой. Продолжение следует...